Привет всем! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Роберт Роцевский. И в сегодняшнем видео мы разберем, что же такое средняя цена. Как можно эффективно ее использовать, чтобы она принесла вам пользу. И также мы посмотрим примеры, которые были у меня со средней ценой. Что же такое средняя цена? Средняя цена на самом деле, это не такое сложное определение, которым она может показаться. На самом деле все очень просто. Чтобы получить среднюю цену, например, в акциях, вы просто берете количество раз, сколько вы купили эту акцию, и цены, за которые вы каждый раз покупали эту акцию. Вы складываете все цены, за которые вы покупали данную акцию, и делите на количество раз, сколько раз вы ее покупали. И благодаря этому вы получите вашу среднюю цену. Довольно просто, не так ли? И давайте посмотрим это на живом примере, нежели просто говорить об этом. Сейчас мы зайдем в мое предложение Robingood и посмотрим живые примеры того, что же такое средняя цена. И в моем портфолио мы посмотрим это на примере криптовалюты, которую я покупал в Robingood. Как вы помните, в некоторых видео я уже говорил, что не советую вам покупать криптовалюту непосредственно в Robingood, только потому что Robingood не дает вам никаких собственных ключей для криптовалюты, и по сути вы просто покупаете ее, на честное слово, в Robingood, потому что когда вы будете продавать свою акцию, по сути вы просто должны надеяться на то, что Robingood сможет выплатить вам эти деньги, когда вы продали эту акцию. Но для покупки акции это хорошее приложение. Однако есть свои некоторые нюансы в этом приложении тоже. Например, недавно я обновил свой телефон, и по какой-то причине в моем телефоне, когда вы смотрите на графики, где показывается один день, то все хорошо, когда нажимаете лайв, то тоже все окей. Но когда вы только начинаете нажимать одна неделя, месяц, три месяца, год или все время, неважно, и хотите посмотреть, что происходит за это время с вашими акциями, то в моем приложении на телефоне все начинает зависать, и единственный способ это исправить, это просто выйти из приложения и потом зайти в него заново. И как только вы нажимаете эти графики, это постоянно случается. Я уже обращался два раза в системную поддержку Robingood, однако пока они не смогли как-то мне с этим помочь, и никто на самом деле не понимает, почему так происходит, и это делали в самом телефоне или в приложении, хотя скорее всего в приложении, потому что на остальных моих устройствах все работает нормально, только на этом не работает. Но когда я первый раз обратился к ним, они посоветовали мне обновить ID. После того, как я обновил ID, все было хорошо и все работало прекрасно. То я надеюсь, что с новыми обновлениями они смогут это исправить, и тогда все будет работать так, как оно должно быть. Но мы отвлеклись немного, и давайте посмотрим на среднюю цену. И пример, который я буду вам показывать насчет средней цены, это те две криптовалюты, которые я купил в Robingood. Так, и сейчас мы пролистаем вниз. Первый из них это Bitcoin. Заходим на Bitcoin, и на Bitcoin мы видим, что если пролистать вниз, вы видите, когда вы что покупали. Если вы заходите в эту покупку, вам показывается, по какой цене вы покупали. В моем случае это было 50 386 долларов. И когда это было сделано, и на какую сумму. В моем случае это было 298 долларов 19 центов. Если мы возвращаемся назад и смотрим, моя средняя цена, как видите, здесь написано Average Cost, 50 тысяч. А нынешняя цена это 61 160 долларов. И возврат от этой суммы 65 долларов. Но здесь показывается средняя цена только с одной покупки. Не так интересная, как было бы на примере, где, например, было бы много покупок. И такой пример есть у меня в Ethereum. Если мы вернемся назад, зайдем в Ethereum, то видим, что нынешняя цена 4 296 долларов. И пролистаем вниз. Мы видим, что у меня сделано 3 покупки на эту криптовалюту. И каждая примерно в районе 100 долларов. И смотрим, что первая была куплена по цене 3945. Потом он упал и была куплена по цене 3 409. И последняя покупка была по цене 3081 доллар. И давайте предположим, что я не делал 2 последние покупки, а покупил только за 3945. И моя бы средняя цена тоже была 3945. И тогда бы возврат с этой инвестиции был бы намного меньше, чем сейчас. Когда сейчас он почти 25%. И это один из лучших примеров, которые я могу вам показать по поводу средней цены. Еще один классный лайфхак – это знать, сколько вам нужно инвестировать в дивидендные акции, чтобы вы могли со временем жить только на эти дивиденды и больше не работать. И здесь на самом деле тоже очень простая математика. И давайте посмотрим это на обычном примере. Если мы зайдем в калькулятор и предположим, что ваш доход, который вы хотите получать в год с ваших дивидендов, чтобы вы жили и ни о чем не волновались и могли жить только на свои дивиденды, в свое удовольствие, предположим, эта сумма будет 40 тысяч долларов. Поскольку я живу в Америке, 40 тысяч долларов – это хорошая среднестатистическая зарплата. И давайте посчитаем это. Итак, мы пишем 40 тысяч долларов. И мы должны разделить это на тот процент, который ваше портфолио будет приносить вам в дивидендах. Для меня на данный момент это 3.4% дивиденда в год. Так, если мы разделим 40 тысяч долларов на 3.4%, это 0.034, нажмем равно, мы получим, что мне нужно инвестировать 1 176 470 долларов, даже чуть больше, для того, чтобы портфолио приносило мне 40 тысяч долларов в год пассивного дохода, от которого я не буду больше ничего делать. И да, можно подумать, что 1 176 000 долларов – это же огромные деньги. Где их взять? Но учитывайте, что портфолио в среднем вырастает на 8% в год. Плюс где-то 3 с чем-то процентов вам платят дивиденды. То есть в среднем ваше портфолио где-то будет вырастать каждый год на 10% без учета того, что вы будете туда что-то инвестировать. И поверьте, это пройдет намного быстрее. И со временем это даст очень большой прирост. Просто представьте, что, например, у вас инвестировано 1000 долларов. 1000 долларов плюс условно 8% – это ничего, это 80 долларов. Да, это не очень много. Но давайте представим, что вы уже инвестируете лет 10. И, например, на вашем портфолио 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов плюс 8% – это уже плюс 1600 в год. Это просто от прироста акций. И уже получается 21 600. Плюс, предположим, ваши дивиденды – это 3%. Плюс 3% дивидендов – это еще 648 долларов, если вы инвестируете дивиденды. То есть вы можете увидеть, что это дает вам в приросте еще больше денег. И со временем, с учетом того, что вы инвестируете, что ваши акции растут, что дивиденды, которые реносят вам доход, этот процесс будет намного быстрее. С каждым годом он будет все увеличиваться и увеличиваться. И это все на сегодня, с чем я хотел бы поделиться с вами. И те, кто досмотрел до конца, хочу вам сообщить новость про мой канал. На этом канале, как вы можете помнить, была смесь моих видеозаписей, таких как русские видео, английские видео. Я пытался как-то экспериментировать и думать, как мне лучше дальше вести свой контент. Но я решил, что я хочу вести все отдельно. И поэтому я удалил все английские видеозаписи с этого канала. На этом канале будут вестись видеозаписи исключительно на русском языке. И также я создал отдельный канал, где видеозаписи будут на английском языке. Также я хочу более разнообразить эти два канала, как английский, так и русский. С тем, что кроме того, что я буду говорить о инвестициях, инвестировании в акции, криптовалюту, я также буду добавлять другие видео на различные тематики. Например, одна из тематик может быть, как я поступаю в американский колледж. Или на какой работе я работаю, что я делаю. Если вам интересно и у вас есть какие-то идеи, какие бы видео вы хотели бы видеть, то пишите комментарии под видео. Я обязательно все прочитаю и на все отвечу. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok